Предварительные слушания должны были пройти неделей раньше. Однако обвиняемый перенес операцию, а без его участия дело рассматривать не стали. Сегодня Ундергенов наконец предстал перед судом. Его, как и полагается, привели в наручниках. Перед заседанием дали возможность покурить на заднем дворе здания суда. В самом зале заседания не было ни одного свободного места. Постраневший Ундергенов чураться объектива, фото и видеокамеры не стал и выразил полное доверие судье. Вы защите доверяете? Доверите. Защищают интересы Ундергенова 8 человек. Среди них столичные адвокаты. Пострадавшая сторона, бывший партнер обвиняемого Бауржан Перманов, доверился двум адвокатам. Сегодня он подал ходатайство по поводу определения своей точной доли в бизнесе Ундергенова. Но Фемида посчитала, что это и без того указано в уставных документах. Отказал суд и в ходатайстве защитников экс-депутата. Его просили перевести под домашний арест. Но прокурор внес протест. Он напомнил, владелец автопарка обвиняется в особо тяжких преступлениях. Совершение правонарушения предусмотрено статьями 126-й части 2-й пункта за 181-й части 4-й пункта по уголовному поводу Республики Казахстан в регионе 1997 года. Отметим, что Миржана Ундергенова обвиняют в незаконном лишении свободы человека, легализации имущества, вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Он также, по версии следствия, создал и руководил ОПГ. Ущерб, якобы нанесенный государству, исчисляются 4,5 миллиарда митинге. Ундергенову Миржану Саидовичу в настоящее время навиняется, как уже сказано, совершение правонарушения предусмотрено статьями 126-й части 2-й пункта за 181-й части 4-й пункта по уголовному поводу Республики Казахстан в регионе 1997 года. После предварительных слушаний было решено, что судить бывшего народного избранника начнут 11 мая. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался Ербол Адилов, он же директор автопарка. По мнению его адвокатов, Адилов не захотел свидетельствовать против Ундергенова и теперь оказался в роли обвиняемого. Акмарал Майкузова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».